Кинофреш Творческий путь Бена Аффлека сложно назвать ровным и одинаково успешным. На заре карьеры он получил Оскар на пару с закадычным приятелем Мэттом Дэймоном за сценарий «Кумница Виллу Хантингу», после чего была невероятная популярность и легкие фильмы в нулевые, за которые его регулярно номинировали на «Золотую малину». Далее Бен сфокусировался на режиссуре и снял несколько крепких картин, включая «Операцию Арго», которая выиграла Оскар за лучший фильм года. Также он показал отличную актерскую игру в исчезнувшей Дэвида Финчера. Но после этого был отказ от роли Бэтмена, развод с Дженнифер Гарнер и алкоголизм. Видимо, в этом заключается его творческий метод – опуститься на дно, чтобы потом собрать себя снова. На этой неделе я рекомендую вам к просмотру новый фильм Аффлека-актера «Вне игры», который вышел на Кинопоиск HD в отличном качестве. Что у тебя нового? Ничего. Мне не нравится, что ты все время один. А что в этом плохого? Что ты один? Все время пьешь? И даже не... Я в порядке. Спасибо. Картину снял режиссер «Воина» Гевин О'Коннор, который уже работал с Аффлеком над фильмом «Расплата» про бухгалтера-убийцу. А несколько лет назад его даже приглашали стать постановщиком продолжения «Отряда самоубийц». У тренера нашей баскетбольной команды случился инфаркт. Тоня. Нам нужен тренер, Джек. Джек Каннингем в школе был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего славы, денег и семьи. Вскоре жизнь дает Джеку второй шанс. Он берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками. Привыкаю к команде. Какой команде? Да ладно, я просто шучу, Джек. Я слышала, что ты тренером стал. Тебе нравится? Если выиграли, должно понравиться. Вне игры это спортивная инди-драма о человеке в тяжелой ситуации и состоянии, которая удачно резонировала с настроением Бена Аффлека на момент съемок. Тяжелому, грузному и опухшему Бену веришь и сопереживаешь, и поэтому точно можно сказать, что кино удалось. Очень хорошо, что его карьера и личная жизнь сейчас пошли на поправку. Все-таки Аффлек талантливый человек, и Гевену Хонор умело это подчеркнул. Так что не пропустите эту картину и вы, посмотрев ее на Кинопоиск HD. Нужно быть инициативным. Нужно играть агрессивнее. Вот именно, разозлитесь, именно так. Срать я хотел на то, что вы проигрывали каждый год. Сделаем это, команда! На каналах HBO и BBC, а также о медиатеке в России, драма «Я могу уничтожить тебя». Где моя стопка, я сегодня накидаюсь. Где моя стопка, я сегодня накидаюсь. Михаэла Коэн – талантливая актриса, сценаристка и музыкант из Лондона, которая приобрела популярность после выхода сериала «Жевательная резинка», о девушке, постоянно попадающей в неприятности. Шоу получило премию Бафта, а сама Михаэла шокировала публику тем, что во время лекции на Эдинбургском фестивале телевидения призналась, что пережила изнасилование во время работы над сериалом. Скорее всего, в напиток девушки в баре подмешали наркотики. Именно эти события легли в основу сериала «Я могу уничтожить тебя». Как ты разбила телефон? Не знаю. Где тебя так зацепило? Хотела узнать, а чем вчера все закончилось? Я смутно помню. Какой-то парень. То, что вы сказали, я никогда в жизни... Как у тебя дела? Хорошо, пока рядом кто-то есть. Шоу почему-то упорно сравнивается эйфорией, видимой из-за темы наркотиков, ЛГБТ и насилия, а также вздрянью, видимой из-за схожести судеб Михаила Коэн и Фиби Олербридж. Однако, конечно, это полностью самостоятельное произведение в очень реалистичном ключе следующая тему пережитого изнасилования. И чем дальше идешь по эпизодам, тем страшнее становится смотреть. Однако я все же рекомендую изучить историю главной героини до конца, чтобы сформировать собственное мнение. Мне просто нужно собрать все вместе, хоть что-нибудь. Вижу свою мечту. Тихо! А для семейного просмотра я на этой неделе рекомендую эксклюзивный полнометражный мультфильм от Netflix «Семья Уиллоби». «Все, о чем мечтали детишки Уиллоби, это нормальная семья. Но у влюбленных родителей на детишек-то любви и не осталось». «Привет, мама». «Какие страшные». «Парнаби!» «Хватит болтать». В семье рожеволосых аристократов Уиллоби дети решают отдохнуть от эгоистичных родителей, отправив их в долгосрочный отпуск. «Вот почему, детишки Уиллоби, мы отправим их прочь». «Убийственное приключение». «Решили отправить родителей на погибель». «Ужасно!» «Рутина!» Основной режиссер мультфильма – это Крис Пирн, поставивший вторую часть «Облачно, возможно, осадки в виде фрикаделек». А в оригинальной озвучке отметились Уилл Форте, Майя Рудольф, Терри Крюс и Рик Джервейс, озвучивший «Кота-рассказчика». «Что там сказано?» «Кругосветное путешествие». «А что еще?» «Никаких детишек». «Приключение!» «Получилось!» «Привет, враг, чужак!» «Я ваша няня!» «Готовлю, убираю, пою!» «Что? Поете?» «Ну да!» Несмотря на вполне традиционную мораль и финал, «Уиллуби» — это весьма непредсказуемый мультфильм в духе семейки Адамс и Рима Несникет с оригинальным юмором и забавными героями, за которыми интересно наблюдать по ходу развития сюжета. В данный момент, когда крупные премьеры нам недоступны, подобное развлечение для всей семьи на вес золота. Так что от души рекомендую к просмотру «Семейство Уиллуби», а не упаси бог Артемиса Фаула. «Служба опеки» «Нам поступили сведения о детях без родителей». «Идем, за мной!» «Пока они считают вас сиротами, они от вас не отвяжутся». «А если вернуть родителей?» «Найдем другую семью!» «Да! Класс!» «Моя работа заботится о вас». «Я мечтал о замечательной семье». «У тебя есть семья. Они нужны тебе, а ты нужен им». «Это конфетная фабрика». «Что ж, жизнь сладка, когда любовь велика к тем, кто рядом всегда». «Что ты скормил ребенку?» «Каким образом 52-летний продавец миксеров для молочных коктейлей построил империю фастфуда? Из 1600 ресторанов с годовым доходом в 700 миллионов долларов. Одно слово. Настойчивость». В онлайн-прокате драма о становлении сети ресторанов Макдональдс «Основатель» от Джона Ли Хэнкока. «Отдел продаж «Принсказл».» «Джон». «Рэй, как там у тебя дела?» «Отлично. Лучше некогда». «У нас заказ. Шесть миксеров». «Куда везти?» «Макдональдс». «Хотите экскурсию?» В ленте рассказывается о братьях «Дикие маки Макдональдах», которые в 1940 году придумали ресторан Макдональдс. Они нашли способ, как ускорить производство гамбургеров и реализовали его в своей закусочной. Весь процесс начал занимать около 30 секунд. Однако братья не смогли передать знания другим людям и развить сеть, пока на горизонте не появился камевояжер Рэй Крок. На момент встречи с братьями он торговал миксерами, а до этого занимался недвижимостью и даже был пианистом в джазовом ансамбле. У него не было опыта в ресторанном бизнесе, но Крок так поверил в дело Макдональдов, что заложил дом, чтобы купить права на франшизу и начал строить сеть. Дело пошло в гору, но для этого Кроку пришлось перейти дорогу самим братьям. Сделка невыгодная. Надо изменить условия. Не могу. А может не хочешь? Рэй. Что? Нет. Салаза. Есть один вариант. Станьте владельцем землина, который готовит эти гамбургеры. Зачем вам ресторанный бизнес? Работайте с недвижимостью. Главную роль в ленте исполнил великолепный Майкл Киттон, которому помогали Ни Кофферман, Линда Карделини, Лора Дёрн и Патрик Уилсон. Ну а в кресле режиссера – постановщик таких картин, как «Невидимая сторона» и «Спасти мистера Бэнкса» Джон Ли Хэнкок. Основатель – это очень крепкое биографическое кино о самом известном американском бренде в мире. Картина полностью держится на великолепной игре Майкла Киттона, которому в начале фильма сопереживаешь, а в конце уже откровенно ненавидишь. Впрочем, здесь зрители могут встать по разные стороны баррикад, ведь понятие американской мечты у каждого свое. Бизнес – это война. Человек человеку волк. Я вижу будущее. Я хочу победить. Братья Макдональд – ваши партнеры. Уберите их. Любой ценой. Макдональд – замечательное название. И оно теперь мое. Это несправедливо. Ты в этом уверен? Основатель. Друзья, мы продолжаем серию наших домашних посиделок и уже готовы обсудить картину «Основатель» от Джона Лихенкока. И сегодня у нас в гостях наш большой друг, тоже основатель, пока еще маленьких, но очень гордых лапшичных изи. Многие из вас его знают, наш товарищ и коллега Артем Симонов. Всем привет. Давай начнем вот с прямого вопроса. Макдональдс – это легенда в сфере ресторанного бизнеса? Однозначно. Однозначно. Ты бы хотел быть похожим на них. Что у них можно перенять? И что в них крутого такого для рестораторов? Во-первых, что можно перенять – это вот эта история, то, что кто-нибудь там приехал в Индию, в Китай, ему надоело местная кухня, он идет в Макдональдс, потому что он знает, что Биг Мак, который он съел в Уфе, и Биг Мак, который он будет есть в Индии – одна и та же история. И вот эта стандартизация, которая единая по миру, и это один и тот же продукт, как айфон купит его в Индии, купит его в Уфе, он один и тот же. А это с едой связано. И вот это очень круто. Но ты бы хотел, чтобы твой день был похож на Макдональдс, или все-таки ты больше про душу? А вот у меня вообще задумка как раз-таки сделать на стыке. То есть хочется быть таким же крутым и стандартизированным, как Макдональдс, но в то же самое время быть атмосферным и запоминающимся, чтобы помимо еды дарить какой-то такой дополнительный опыт, зачем ко мне приходят гости. Поэтому у нас есть определенные примеры в отрасли. Это как раз-таки Макдональдс, Додо Пицца – это именно как места, в которых прокачана системность. И также такие вдохновляющие, душевные, атмосферные места. И хотелось бы… Если научиться тиражировать атмосферу и дух, это будет еще круче, чем научиться тиражировать Биг Мак. Надо уменьшить время обжарки на 10 секунд. Мы же так уже делали. А температуру масла увеличить до 205 градусов. Как мы видим, вот все это величие и то, что сейчас знает весь мир, достигалось по этому фильму, не очень-то приятными путями, на самом деле. Вот что ты скажешь про «Основатель» как про кино? Как про кино, одновременно и очень вдохновляющее, очень воотрезляющее кино. И мне одновременно понравилось в нем, что в нем есть, хоть это и рассказ о том, что происходило в прошлом веке, но в нем есть какой-то такой дух предпринимательской сказки. То есть нам даже если смотреть герои, то, как они общаются, то, как они разговаривают, как будто бы это какая-то такая сказка в пиджаках. Франшиза. Не понял. Франшиза? Франшиза! Вот выход! Эта штука слишком хороша для одного городка. Макдональдсы должны быть повсюду. Ну вот смотри, есть герой Рэй Крок. Мы видим, его играет Майкл Китон. Он такой человек, вроде бы у него есть дом, жена. Видно, что он, в принципе, ну, как бы относится к среднему классу. Ну, вроде бы как он не сильно успешен в своих начинаниях. И видно, что жизнь он тратил, ну, видимо, на какие-то такие разовые проекты, просто пытаясь немного подзаработать. Вот в начале фильма этот герой у тебя вызывал симпатию, какое-то сопереживание? Ну, чем он может вызывать свою симпатию? Что он как раз-таки похож, может быть, на предпринимателя нашего времени. Потому что, я помню, там в начале фильма была история, что он свой день начинает с каких-то там аффирмаций, прослушивания каких-то аудиокниг и всего там духи. И это очень похоже, то есть это было там в прошлом веке в Америке, и это сейчас происходит у нас здесь. Я всегда спокоен, у меня железное здоровье, а моя энергия бьет через край. И в этом плане, ну да, он такой же прыгавной дядя. Все пытается что-то продать, кому-то втюхать. Те же самые блендеры, да. То есть, ну, крутится. Как может, как крутится, да-да-да. В то же время есть братья Макдональда, которые вот построили свой бизнес как раз-таки по... Вот они кто, они мечтатели, они художники. Вот, есть классная теория, то что вообще люди делятся на два типа. Есть процессники, а есть результатчики. И фишка в том, что здесь как раз-таки явная, ясная картина, что вот братья Макдональда, они именно такие процессники. Они заточены под процесс, то есть им в кайф сделать все, чтобы круто работало. Чтобы вот эта вся огромная конструкция здесь нажал, пам-пам-пам-пам, и все, здесь бургер вышел, чтобы это все работало. Вот. А Рэй Крок, он как раз-таки результатчик, да. То есть, он бы не смог построить Макдональдс, вот этот вот первый, единственный. Но он смог его потом расширить, потому что ему важнее именно был результат. То есть, ребятам построили самый крутой ресторан у себя там в городе, у себя в штате, им этого было достаточно. Ему как раз-таки нужен был бы еще больше, и больше, и больше, и больше результат. Вот. И в этом как раз-таки разница. Смотри, класснее же, я вот сейчас, мы говорим, и класснее же, когда они оба работают, ну, все работают в одной компании. Да, да. В это есть, ну, момент как раз-таки этой синергии, когда первые работают, с вторым сотрудничают. Почему у них синергия-то не получила? Ну, да, кстати, единственный вопрос, так братьям Макдональдс, они классные, они вот это все придумали, они такие, ну, романтики по части были. Из мира общепита. Ну, они как-то сразу от него дистанцировались, и такие, ладно, короче, делай, что хочешь. У нас вот одно ресторан есть, мы типа... Да, потому что они ничего особо нового не придумывали, они просто там процессы оттачивали. Да, да. История была бы идеальной, если бы Рэй Крок сам все это, изначально научился бы бургеры так круто делать, а потом бы научился это все так же круто масштабировать и продавать на большинство. Ну, здесь, на самом деле, я вот в фильме не увидел вот этого прям прямого ответа на вопрос, почему у них вот этого партнерства не получилось, да, типа, что помешало. Как будто бы, там, знаешь, какие-то, не знаю, а-ля детские обиды, то есть, типа, мы вот ему отдали, но на самом деле до конца не отдадим. И как будто бы и жалко, и хочется, и сами не можем. И то есть, вот эта вот история, ну, она такая... Вот мне чем еще понравилась именно вот эта сказка, то что здесь нет такого, что кто-то плохой, кто-то хороший. Да, то есть, это такая серая сказка, то есть. И братья тоже такие, вроде бы, классные творческие. Мне-то как раз и кажется, что Рэй Крок-то пытался к ним, как бы он им восхитился, как бы, вот как они все построили, а они такие, ну, типа, как правильно сказал, не до конца там хотят им... Возможно, знаешь, они в моменте испугались то, что они не будут главными в этом все. Контролировать, да. Да, то есть, они поняли, что он как предприниматель, именно как предприниматель на таком масштабе, он гораздо мощнее их. И, возможно, их это испугало то, что их детище, хоть оно и будет называться их фамилией, но оно перестанет быть именно их детище. Ну, как в итоге-то и получилось. Ну, здесь основной конфликт вообще между названием и содержанием, и тем, как он сам себя позиционирует. То есть, фильм называется «Фаундер», «Основатель» в Америке, это вообще такой, типа, фаундер, это, ну, отец, да, бренда. Но по факту он вроде бы как и фаундер, но с другой стороны, это как бы не он придуман. Да, не он фаундер. В этом вот основное, да, основное как бы противоречие. И то, что он себе это слово потом напечатал на визитке, говорит о том, что он, это как бы была его конечная такая цель. Ну, там видно в моменте фильма, то, что этот, когда видно, что он такой слетел с катушек, и когда он такой, типа, ну, все, сейчас я буду делать вообще все. Коктейли порошковые продавать. Да. Почувствовал себя, вот как ты говоришь, типа, там, отцом бренда, папой бренда, типа, все, я теперь здесь самый главный, я буду рулить. Если порошковая дрянь под видом коктейля считается у тебя прогрессом, то ты абсолютно не понимаешь, что такое Макдональдс. Как раз я-то и понял, что такое Макдональдс, а вот вы, тугадумы, нет. Ну, вот чему этот фильм, может, он тебя чему-то научил, он, ты какие-то выводы сделал, там, для своей работы, например, для своего дела? Ну, да, я вот вообще в этом фильме, и сейчас я начинаю больше понимать то, что я нахожусь как раз-таки на стадии вот этого процессника. Да, то есть, возможно, мне либо в компанию нужен человек, который будет вот как Рейк Рок, такой прокачанный, и... Да, и знаешь, чем закончится? Ну, вот вопрос, вопрос, ты готов ему отдать эти вот полномочия? Это очень хороший вопрос. Ты не будешь как братья Макдональда такой, он плохой какой-то, хотя мы его и наняли? Типа, знаешь, как у меня, мозгом я думаю, что это будет правильно, это будет рационально, это будет круто, но внутри какое-то вот это желание, чтобы это же мое, я же день главный, вот это вот все, оно может как-то останавливать. Но здесь, опять-таки, нужно и с собой уметь договариваться, и с людьми уметь договариваться, и понимать, ради чего все это я вообще делаю. Ну, а вообще, чему может эта история научить, да, то, что, опять-таки, бизнес, он так романтизируется, да, особенно там вся эта история про основателей компании, но то, что бизнес, он бывает тоже жестким, да, и то, что, когда встает вопрос не каких-то там человеческих отношений, а вот именно результат, да, смотреть на все через призму результата и взаимодействовать с людьми через результат, тогда уже могут быть такие моменты, что там Рэй Крок, оказывается, его будут оценивать как плохого, да, но с точки зрения бизнеса он дядя крутой, он сделал великое дело. Вот ты сам какой, жесткий, предприниматель, готов? Ты Дик Макдональд или Рэй Крок выбирай? Да, готов ли ты рубить голову ради результата? Я знаю, похоже, вопрос на просторах интернета про два стула, ну ладно. Ну, примерно, да. Там есть правильный ответ. Короче, сейчас сложно судить, я сейчас, ну, на... Все-таки, думаю, больше к братьям Макдональдам, то есть мне еще до Рэй Крока... А, то есть для тебя это эволюционное состояние? Да, конечно, конечно. Ну, я вижу, что... А это просто два типажа разных, вот. Я в надежде, что эта эволюция в этом плане возможна, да, то есть не хотелось бы оставаться в роли процессника, возможно, надолго, да. То есть хочется и уметь быть и таким, и таким, если это возможно, будет круто, если это невозможно, нужно будет сказать... Здесь же пример как раз-таки того, что люди между собой не договариваются, а как бы у них наслаивается одно на другое, и поэтому получается вот, ну, моральный такой казус, скажем. То есть если бы они, допустим, имели амбиции все это дело расширять, или, как Артем сказал, наняли бы человека и с ним взаимодействовали, как бы никто не был бы в обломе, ну, в таком, по крайней мере, как бы здесь финале фильма. Потому что это им надо, и ему надо как бы. Да, они здесь, ну, то есть они молодцы, они как бы мечтатели, и если, как ты говоришь, это сказка в пиджаках, по сказке-то, конечно, они типа заяц, у которого леса избушку отжало. Да. Вот. Но он как бы просто увидел в этом большие перспективы, и чем в итоге Макдональдс стал. Вы что, не хотите сэкономить? Так, нет. Но вкус же ничуть не пострадает, это те же коктейли, только дешевле в три раза. Там есть слово молочный, Рэй, только молоко. Кому ты этот фильм посоветуешь посмотреть? Кому посоветую? Ну, только ли предпринимателю. Я бы посоветовал посмотреть тем, кто работает в общепите, потому что я тоже там в один момент работал барменом, и когда... Не фильм «Основатель», это были просто предпринимательские истории, там, кофе лайка, додо пиццы, и они именно меня зажгли, а потом типа, о, круто, можно делать свое. Вот. Поэтому всем, кто работает в общепите и хочет чего-то большего, тем, кто уже устали, ну, просто зарабатывать деньги на заработную плату и чаевые, вот. Но также предпринимателям тем, у кого, ну, наверное, кто вот на шаге от вот этого масштабирования, да, то есть как раз-таки увидеть эти два типажа и понять, кто ты, в первую очередь, процессник и результатник, результатчик. И что, либо скиллы прокачивать, да, либо людей искать и привлекать, которые помогут достичь, там, определенных результатов. Ну, я от себя добавлю, что людям, которые далеки в некоторой степени от бизнеса, тоже будет посмотреть интересно. Кстати, в этом, мне кажется, плюс биографии именно в сфере бизнеса, потому что здесь всегда люди, ну, неоднозначные. Там, социальная сеть, Марк Цукер. Белых и пушистых нет. Да, белых и пушистых нет. Тот же самый Джобс, ну, не с Кучером, конечно, а там, с Фассбендером, к примеру. Основатель просто менее популярен, потому что не имел официального российского релиза. Сейчас можете его посмотреть в разнообразных онлайн-кинотеатрах. Отличный Майкл Китон, думаю, что многие его тоже любят. Поэтому познавательное, отчасти историческое кино, которое интересно смотреть, оно не даст вам заскучать. Вот, поэтому посмотрите, что же стояло за вашим любимым чизбургером. Макдональд – замечательное название. И оно теперь мое. Это несправедливо. Ты в этом уверен? Основатель Вот и все на сегодня. Увидимся уже скоро. Надеемся, вам все понравилось и вы выбрали подходящее кино себе по душе. Не забывайте заходить на наш городской интернет-портал utv.ru, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Ну, а с вами была программа Кинофрэш. Смотрите кино дома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok